Субтитры создавал DimaTorzok Я ваш земляк, меня зовут Вячеслав Шатохин, я обращаюсь к вам из Нью-Йорка. То, что у меня есть сегодня такая возможность, это благодаря тому, что осенью 1941 года моя семья была эвакуирована из Полтавы в Узбекистан. Сначала была Фергана 5 лет, потом был Ташкент, и назад в Украину семья не вернулась. Это была моя бабушка, моя тетя, моя мама и другие мои родственники. Они обрели вторую родину, увидели отношения людей, мусульман, узбеков, коннородцам, представителям других религиозных конфессий, ощутили тепло, высшей степени проявления человеческих качеств, доброты, порядочности, чистосердечного отношения, толерантности. И моя семья осталась в Узбекистане. Такое социальное явление, как война, оно изучалось, изучается и будет изучаться. Но такому разделу войны, как глубокий тыл, эвакуация, уделялось не так много времени. А посему более 10 лет тому назад я стал заниматься одним проектом под названием «Украденное детство». Детство, которое украла война. Я сначала подумал, что я должен сделать что-то для Узбекистана, для узбекистанцев, для узбеков, сделать свою митсву, как еврей, как иудей, отблагодарив тех, кто спасал, проявить благодарность, милосердие к тем, кого спасли. Я думал, сделаю я фильм, напишу книгу, и на этом все закончится. Но когда я стал больше углубляться в эту тематику, я понял, что конца и края нет. Посему родился фильм «Последнее лето детства». Пишутся книги в соавторстве с несколькими авторами в разных странах мира. Я счастлив, что мой голос услышал господин Мерзиёев, и в этом году в Парке Победы будет создан в качестве самостоятельной музейной единицы. Музей эвакуации. Узбекистан сделал очень много. Он спас более трех миллионов эвакуированных, из которых более одного миллиона – это европейские, ашкеназийские евреи. Десятки, сотни тысяч детей были спасены, обретя семейное тепло, семейный очаг. Выразить свою благодарность – это мало. Я работаю на тему, чтобы Узбекистан как страну признали страной праведницей мира, а узбеков как нации праведницей мира. Надеюсь, что меня услышит мировое сообщество и поддержит в данном вопросе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!